Посвящается нынешнему и будущим поколениям молодых. Это Либерти, новых Икси Серов и так далее. Это все мои соседи. Основное это электроника. Я там вел переговоры и с Шерлудом, и с Ложинским, и так далее. С Шерлотером и так далее. Где там чего-то не сложилось как-то дорого и так далее. Поэтому все это реально началось уже когда мы договорились и начали делать эту электронику. Делается это уже три года. То есть я на этом постоянно ныряю. На уже на ребризере, которая как бы финальная такая версия. То есть я ныряю уже год. На нем уже нанырены там более сотни дайвов. Уже 100 метров, там 150 и так далее. Все оно как бы это... Это не модель, это рабочая. То есть сейчас то, что я вот сидел три месяца, занимался уже таким серийным производством. Потому что производство одного экземпляра и как бы уже такой даже мелкой серии немного разное. Поэтому в принципе этих редвизеров уже есть. Готовая партия, которая стоит. Ну и сейчас я еду, то есть для того, чтобы обкатать последние все изменения в компьютерах. Потому что я как бы, как большинство производителей, не готов, скажем так, продавать электронику и обкатывать ее на люди. Да, он же человек, который делает, когда я всегда готов, что что-то может поломаться, это одно. А человек, который ныряет, оно уже должно стабильно работать. Да, то есть идея, почему как бы Camerhead отличный ребризер, все он рабочий и так далее. То есть в чем была проблема, когда я начал с этим летать. То есть вес ребризера без баллонов 26 килограмм, как бы немного, ну для меня казалось, что это много. Идея была такая, чтобы создать ребризер легче, да, то есть дешевле и простую версию. Без компасов электронных, там без записей книжек, лакбуков. То есть есть сейчас много модных ребризеров, которые делают, все это создано для продажи. Потому что реально из моей практики никто этим не пользуется. Да, то есть это нужно для того, чтобы продать. Точно так, как есть дайверы, которые там начинают, у них там куча лампочек, фонариков, компьютеров и так далее. И потом какие-то люди приходят, что у них просто харнис, подвеска, одно крыло и этого достаточно. Точно так, никто из серьезных дайверов не плавает с электронным компасом. Да, все, когда надо реальный дайв, надевают на руку обычный компас. Поэтому все это, делать эти все добавки, читалки для книг и так далее, все это можно делать, но это не было моей целью. Точно так, как, например, вот ребризер Либерти, у которого там есть анализатор гелия и так далее, то, что они там все это вмонтировали. Все это хорошо, только это весит там 6 килограмм. Я встречался там 2 недели назад, они еще сделали приставку, которая сама калибрует, сама себя. Все это красиво, но эта приставка весит еще 4 килограмма, которая только служит для того, чтобы компьютер сам себя откалибровал. Да, то есть разные задачи, разные цели. У меня была цель легкий, компактный, дешевый. То есть цена должна была быть дешевле, чем то, что представлено на рынке со стандартной ценой где-то 10 тысяч 500 долларов. То есть если кто знает, кто не знает, я не знаю, насколько люди, кто-то хорошо знаком с ребризерами, кто-то нет. Но как бы стандартная комплектация любого ребризера, который есть на рынке, если их все скомплектовать одинаково, они будут стоить примерно 10-10,5 тысяч долларов. Если он стоит 6, значит там не хватает одного компьютера, либо не хватает декомпрессии, либо еще чего-то и так далее. Окей. И вторая была цель, которая уже в последствии там все это разрасталось, разрасталось, чтобы это была единая система. То есть выкинуть из ребризера, который весит 26 килограмм, какую-то часть, и чтобы он стал легче, невозможно. То есть нужно было выкидывать с каждой части по 10, по 20, по 50 грамм и так далее. Только за счет этого стало легче. Плюс основная, как бы обычная продажа ребризеров, кроме там Inspiration и так далее. То есть это ребризер плюс стандартное КРО, стандартная спинка и так далее. Все, кто ко мне приходят на курс, первый вопрос, могу ли я использовать свою спинку, свое крыло, свои регуляторы, чтобы сэкономить деньги. Я говорю, что можно, все это используют. И через два месяца человек звонит и говорит, а я хочу еще докупить отдельно спинку, отдельно крыло, я не хочу разбирать. Ну а так, что на самом деле никто этого не делает. И чтобы сделать ребризер легче, пришлось отказаться от стандартных решений. Они, может, проще и так далее, но все, что унифицировано, оно всегда будет более тяжелым, чем сделано. Также я отказался от использования любых баллонов, да, так как на хамархеде я могу ставить литр 2, 12, 15, потому что реально никто этого не делает. Два трехлитровых баллона достаточны для любых дайвов до 99% людей. Если кто-то ныряет глубже, уже идут стейджи и так далее. Единственное, что если кто-то ныряет там вот глубоко в обреках и идет вверх-вниз, вверх-вниз, ну то людям желательно там баллон 4 литра, который, в принципе, можно поставить. Поэтому моя цель, то есть баллоны 2-3 литра, в принципе, подходят любые. Итак, давайте я буду показывать по... То есть, в принципе, это весь ребризер, это собранный полностью ребризер и здесь вот канистра. Да, это, в принципе, все, что вам нужно для перевозки. Сколько весит? Так, все весит 16 килограмм без баллонов. Без баллонов и без сотнолаймов. Идея была у меня 15, цифра на килограмм. Цифра была взята просто из головы. Да, но, к сожалению, я не вложился в этот. Так как и цена, которая должна была быть изначально 5000 евро, потому что это такая пограничная цена, которую человек может потратить на ребризер. То есть, 8-10 это уже машина, это уже что-то не такое, как бы, для удовольствия. К сожалению, так как весь этот проект разросся, тоже в эту цену вложиться не получится. Итак, я буду рассказывать по порядку. К сожалению, у меня нету отдельных деталей, разобранных до презентации, но будем так показывать. Итак, первое, к чему я пришел, то есть, основным несущим элементом является плита, которую нельзя убрать, да, то есть, изначально она была алюминиевая, есть у меня их уже десяток готовых алюминиевых, но и впоследствии я нашел производителя, поэтому в последний момент это все поменялось на титан. То есть, стандартная плита идет титановая, то есть, она там загнута, заклепана и так далее, вот. И она немного другая. В принципе, это первая плита, я не нашел другого в интернете, которая, вследствие, я ее немного изменил, так как ее предназначение только для ребризера. Поэтому форма ее другая. То, что идет стандартная плита изгиб, она была предназначена для спарки. Спарка от ребризера немного даже зрительно отличается, да. И поэтому нету смысла делать этот изгиб под два баллона, которые не к чему в ребризере. Поэтому я его менял, 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 то есть, этих плит было там около 50 разных штук. То есть, и такая, как вы видите, форма, она предназначена для загрузки балласта. То есть, это, скажем так, первая плита в мире, в которой вы можете загрузить балласт. Есть обычная просто застежка самая простая, есть карман, куда вы загружаете. Все сделано минимально, чтобы уменьшить вес. Вы сюда просто загружаете любые 2-килограммовые-килограммовые груза, вставляете внутрь, закрываете. Точно так у меня в Египте и в Европе у меня отлит просто один груз, 13 килограмм, который я вставляю, и на этом вопрос с грузами решается. Никуда не надо ничего запихивать и так далее. Сколько кармашков? Здесь на 5 штук просто есть 2-килограммовые груза разные. Если они пошире, тогда их помещается ровно 10 килограмм. То есть, есть там чуть они квадратнее помещаются 9, там 8 и 1 и так далее. Но, в принципе, размер такой, что все груза, которые я мог найти, более-менее стандартные, они сюда входят. Если вы это потеряете, груза можно просто накидать внутрь, закрыть и так далее. Если нет грузов, можно... Ну, короче, все, что вы сюда накидаете, все будет работать. Дальше. Груз. Я отказался от разных фиксаторов. Нет сбрасываемых грузов и так далее. Это не нужно. Он фиксируется брасовым ремнем, чтобы исключить дополнительные детали. И здесь еще есть просто дополнительный болт, который вы можете переставлять. И если вы добавляете 2 килограмма, 4 и так далее, вы можете этим поставить 3. Расположение этого болта снизу, это только для того, чтобы он не потерялся. То есть, он не держит груза, груза держит вот этот вот брасовый ремень. Нет, развернуть боковой... Показать, где можно поставить. Вот, сюда, сюда. То есть, у вас получается 4 килограмма, 6, 8, 10. Меньше просто не нужно. То есть, были еще здесь отверстия, просто они не нужны. Это расположение снизу, это просто для того, чтобы вы этот болтик не потеряли. Окей. Дальше. Сейчас я это закипаю, чтобы оно не прикручивалось. Итак, то есть, плита сделана шире. Она немного шире, она немного длиннее. Она сделана специально под ребризер, под контрлергки и так далее. Нормально у вас, например, расстояние здесь 10 сантиметров в стандартной плите, здесь 20. Да, то есть, что у вас уже контрлергкие будут висеть там, где нужно. Баллоны крепятся на плиту, то есть, плита является основной несущей конструкцией. Дальше. Следующая вещь, к которой я пришел, то есть, это было крыло. Крыло люди используют стандартное. В принципе, особо здесь ничего не придумаешь. Есть одно но. Когда я ныряю в мокром костюме, крыло у нас идет полукруглое. Оно надувается сверху. Когда вы на поверхности и так далее. И ребризер намного короче с парки. Поэтому везде, где вы садитесь, то есть, крыло заворачивается, то есть, оно портится. Если кто-то еще где-то потянул случайно или оно поехало, оно не продирается, но постоянно плохо. Поэтому, как бы, было много разных версий крыльев. То есть, перерезал я крыльев, каких только только можно и так далее. То есть, так как я, как бы, тоже знаю, то есть, там, производителя Дукса, ДТД и так далее. То есть, все это мои знакомые. То есть, использовать любое крыло и чуть-чуть его изменить, то есть, было без проблем. Но, в итоге, как бы, потому что сделать что-то эксклюзивное, большая проблема, да. Благодаря, там, Юре, да, то есть, все это делалось несколько лет. То есть, перешивалось, менялось, были подковообразные и так далее. То есть, у меня там около 15 крыльев круга, где рабочих моделей, которые почему-то отказались. Что мы сделали? Первое, то есть, сверху идет, как видите, такая впадинка. Да, поэтому, как бы вы его не надули, вы ничего абсолютно не почувствуете. Он служит только для перехода воздуха. Снизу расстояние минимальное. Оно было там немного меньше, потом его чуть-чуть увеличили. То есть, и дальше это обычный бублик. Бублика, если их два уже изготовлена, то есть, это 20 литров и 30 литров. Да, то есть, вот. Кому-то надо больше, в принципе, мне 20 литров хватает, даже там проблемами с сухарем и так далее. 30-литровая нужно, если, ну, кому-то нужно. У кого-то больше размер. Основное назначение большого крыла, то есть, литров, не ЛБС. То есть, это получается 40, 45 и 50, 55 ЛБС. Да, то есть, вот. Единственное, что если у кого-то большой размер и много грузов, неудобство с маленьким крылом, когда вы его надуваете, и все равно позиция должна быть какая-то, что вы можете вытащить загубник и спокойно дышать. Да, что вас не накрывает и так далее. Какой-то минимальный объем должен быть. Дальше. Все это сделано здесь, отверстие специально для того, чтобы можно было пропустить все шланги, какие можно. Вот. И следующая вещь, к которой пришли, то есть, ну, или я пришел, то есть, инфлятор. То есть, инфлятор находится посерединке, когда он находится на спарте, между двух баллонов. Да, то есть, либо его смещают в бок для ребризера, центральный ребризер, два баллона, и у нас идет такой гусак, как это будет, ну, короче, такая дуга идет сверху. Да, то есть, вопрос, зачем он нужен. То есть, основная масса людей, инфлятор короткий, пристегнут на резинке. Вы его максимум так выпускаете, либо же вы выпускаете задним вентилем. Поэтому, вот этот вот гусак сверху, который болтается, мешает и так далее, он, в принципе, не нужен. Так как крыло было сделано под ребризер, под, у вас еще здесь есть контрлегкие, да, поэтому инфлятор на своем месте, когда, сейчас увидите, подсоединяется контрлегкие, он попадает точно на свое место, и все, здесь у вас ничего нет. По скорости выпуска абсолютно одинаково, что я буду выпускать так, что инфлятор будет сзади, там разница получается в одну секунду. Да, так что это абсолютно несущественно, но у вас уже здесь ничего нету, ни в какой пещере, рестриктах и так далее, кому это нужно. То есть, инфлятор не является расходным материалом. В принципе, основное назначение в сайдмаунт-системах, что инфлятор убирается вниз или за спину, так как при узостях, то есть, в принципе, он режется, ломается и так далее. То есть, инфлятор есть двух длин, 30 сантиметров и 40. Для кого-то достаточно короткий, кто-то хочет на ребризере чуть-чуть длиннее, это стандартная комплектация. Дальше. В стандартную комплектацию также входит обычный хвост для сайдмаунта, единственное, что ручки сделаны другие, чтобы они там как бы отвечали. Но, в принципе, сюда можно прикрутить любые ручки. Вот, были жесткие трусы, такие, такие, такие. В итоге, как бы, пришел я к таким стандартным, чтобы это все можно было компактно сложить. Ну и брасовый ремень. Подвеска. Стандартная. Харнис. В данном случае я пользуюсь самой жесткой. Начинал я с самой мягкой, чтобы было удобно. Но, как бы, одевать, снимать неудобно. В итоге я пришел к тому, что, то есть, подвеска. Вот, Харнис стоит самый жесткий. Д-ринги сделаны, опять же, вся фурнитура из титана. Да, то есть, д-ринги сделаны просто боковые, чуть-чуть другой формы. Я ними вообще не пользуюсь. Я пользуюсь обычными д-рингами, потому что я на них ничего не цепляю. То есть, у меня все, как бы, баллоны, то есть, bailout идет просто, как вы видите здесь, точно так, встроены уже две резинки в крыло, да, на сайдмаунт, что вам ничего добавлять не нужно, да. У меня один стейдж справа, один слева, третий сзади. Если у меня пять стейджей, значит, я использую скутер, все равно все сзади. То есть, больше баллонов я не пользуюсь, но если где-то надо зайти в воду и так далее, и нужно подцепить баллон, чтобы он висел, то д-ринг свою функцию выполняет. Дальше, кто еще ныряет, то есть, что здесь еще сразу, что видно, то есть, есть такие хлястики для цепляния контрлевких, есть здесь на поясе хлястики, все это дело болтается и так далее, то, что мне не нравится. Поэтому я сделал, как бы, в данном случае это выглядит очень просто, но почему-то никто этого не делает. Есть крепление для контрлевких, оно находится на харнисе, и верхнее находится на харнисе. То есть, вы его просто подвинули туда, куда вам нужно, и все. То есть, ничего не болтается и так далее. За счет того, что харнис раздвинут, оно уже все на своем месте. Теперь, так как у нас получилось такое вот крыло, на ребризере есть куча вещей, да, там. И так как я ныряю с кораблям, и человек я немного неответственный, поэтому иногда я что-то забываю. То есть, как бы, все это знают. Поэтому приходишь на корабль понырять, а нырять нечем, потому что ты что-то там забыл. То есть, в данном случае у нас получается вот такая подвеска. Да, крыло, так как у меня другое крыло, у меня ребризер, располагать крыло за плитой, а потом делать накладку, я посчитал это бессмысленным. Поэтому крыло, просто, как вы видите, оно лежит с этой стороны. Да, то, что оно там прикручено, это для красоты, если вы потеряете все эти болтики, никуда оно не денется. У вас получается подвеска типа такой сэндвич сайдмаун. Да, крыло, в принципе, можно сзади застегнуть резинкой, но оно и так не мешает. В принципе, у вас готова система для того, чтобы вы могли нырять сайдмаун. Просто у вас всегда есть два стейджа на бейлаун, то есть вы подцепили два баллона на стейдж, и вы идете нырять на сайдмаун. То есть, обычный такой... Можно у меня рассказать, на сайдмаун как вы подцепляете крыло? В смысле? Нет, нет, крыло вы не болтаете? Да, что ты... Окей, то есть, я таким вообще не занимаюсь, это дело... Не-не-не, не-не. Но ради тебя, не-не-не. Не, я просто действительно не поняла, как вы зацепите. Я ныряю в сухом костюме, поэтому если я ныряю с двумя стейджами в сухом костюме, то крылом я не пользуюсь вообще. То есть была идея сделать здесь такие вот резиночки и так далее. То есть когда я ныряю и крылом мне вообще не нужно... А то есть вообще не пользоваться крылом? Да, ну то есть не можно будет пользоваться, честно, только для того, что мне не нравится, когда оно болтается. Но как бы два стейджа на сайд-маунт и крыло без воздуха. Особо я посмотрел на видео, сильно там оно не болтается. Так что никакие тут такие липучки и так далее, чтобы это чисто для красоты. Пока я не сделал, но в принципе можно это сделать. А пробовали уже нырять вот так вот свернутым крылом? Пробовали нырять вот так вот свернутым крылом, в смысле как воздух ходит нормально? Ну я не пользуюсь практически. Если у меня как бы я нормально отвешен в сухом костюме, я поддул сухой костюм и мне этого достаточно, я могу в крыло что-то добавить там уже на глубине там 40 метров 50. В принципе глубже нырять с двумя стейджами это уже мало два стейджа. Поэтому как бы особо как бы мульти стейдж, сайд-маунт, шесть баллонов и так далее, я таким не пользуюсь, не ныряю. Да, люди ныряют, если кому-то хочется и так далее. Я не видел ни одного такого реального дайвера, ни там где я нырял в пещерах, ни на Балтике и так далее. Кто бы нырял например на вред с шестью баллонами, там сайд-маунт. Да, можно нырять у инструктора, чтобы показать как это красиво и так далее. Два баллона и третий сзади, супер. Ты просто плаваешь, нету никакой нагрузки. Это абсолютно у тебя свобода. Если у тебя еще воздух в сухом костюме, то до 50 метров у тебя дайв получается отлично. Но это дополнительная опция, которая в принципе к ребризеру имеет. Так, просто так как это уже все делалось, то делалось для того, даже если у меня сюда я прицеплял один баллон, что в принципе оно для этого вообще не предназначено, я ничего не делал. Ну можно сюда его защелкнуть и так далее, но это не мои цели. Да, то есть сделать все-все-все универсально можно, но я думаю это не нужно. То есть то, что как бы для ребризер-дайвера, у которого есть всегда два баллона на бейваут и третий сзади, чтобы можно было поцепить и пойти нырять, ничего не трогая, не перекручивая под один баллон и так далее, это да. Да, то есть. Окей. Ну что, пойдем дальше. Это у нас такая получилась база. Ну, и так, дальше. Контрлёгкие я использую только спереди. То есть я не знаю у кого там какие мнения и так далее. То есть здесь я скажу коротко две вещи. То есть есть тесты, которые проводились 10 лет назад. Любое положение, кроме контрлёгких, которые свисают с плеч, оно по дыханию хуже. До какой-то глубины это может компенсироваться, для вас не иметь значения и так далее. Но это всегда хуже, потому что это физика. Да, то есть задние контрлёгкие, на полу задние и так далее. То есть это все мода. Понимаешь, я когда надуваю крыло, контрлёгкие поджимаются к лёгким. Я говорю, так если они поджимаются, как ты дышишь? Это первое. А во-вторых, в воде куда оно поджимается, если оно все летает? Ну, так, точно так у него был склубер на 2 килограмма, и он говорит, что он ныряет с ним на 200 метров. Я говорю, каким образом ты ныряешь? Он говорит, вот такой я хитрый пацан. Ну, то есть, да, большинство людей не ныряет глубже 70 метров, поэтому все это работает. И задние контрлёгкие и так далее и тому подобное. Для меня, как бы, покупка первого ребризера и так далее была связана с тем, что у меня просто не было денег уже на открытый цикл, а нырять глубоко хотелось, поэтому я покупал, когда уже были какие-то проблемы финансовые, да. И для меня, как бы, глубина там 100 метров и так далее, это обычная рабочая глубина, и ребризер на этой глубине должен нормально работать. Поэтому передние контрлёгкие, всё. На другое я даже не рассчитывал. Есть другие ребризеры, другие производители и так далее. В отличие от контрлёгких обычных, то есть, имеются дополнительные крепления, которые держат контрлёгкие на месте, было расположение и такое, и выгнутое, и так далее. Где-то свои проблемы, потому что, например, такое расположение очень красиво до того момента, пока вы не прицепитесь стоять, который тут же вам уменьшит половину объёма. Да, то есть, поэтому оно идёт ровно, крепится и так далее. Верхние края полукруглые только потому, что мне, когда я ныряю без капюшона, уголки царапают шею, да. Опять же, кто ныряет в холодной воде в двух капюшонах и так далее, то есть, это не имеет никакого значения. Точно так, как я много лет добивался, чтобы вот эти огромные компьютеры Hammerhead лежали на руке и не двигались, до того момента, пока я не приехал в Европу. И когда я там на 400-ю подделу одел этот компьютер и он туда вдавился, я понял, что оно ничего не двигается. Да, так что имеет всё. Окей, дальше. Обычные крепления, немного они в другой стороне и так далее. То есть, карманы немного увеличены по сравнению с карманами Hammerhead, поэтому в каждое контрлёгкое можно положить 8 кг груза. Это никому не надо, но теоретически у вас 8, 8, 13, 29 кг груза, вы можете положить. Ну, понятно, что это никому не надо, но кому-то надо сверху. А кто-то не любит в контрлёгке, он хочет сзади. А кто-то хочет снизу, да. Увеличить карман всего на полсантиметра, чтобы стандартная 2-х килограммовка. Другой ещё вопрос. Стандартный карман вмещает груза по килограмму, да, которая на корабле всегда почему-то кто-то ворует и тебе нечего положить. Да, то есть, вот, я пользуюсь насыпными грузами, я вожу сюда, там, 1-2 кг только для компенсации воздуха. Мне не нравится, когда контрлёгкие всплывают. Хотя в холодной воде спрятать уши в тёплой контрлёгке очень даже приятно. Окей. Две камеры точно так я отказался от молний, да, потому что, как бы, к внутренности мы вкладываем один раз, а пользуемся всё время. Поэтому снизу здесь просто липучка. Вкладывать немного тяжелее, чем с молнией, но, в принципе, делается это один раз, и, в принципе, никому не надо его вытягивать. Д-ринги здесь пришиты только для того, чтобы можно было что-то прицепить, потому что у вас, в принципе, всё закрыто, и даже, когда вы прыгаете в воду, там, фонарь или, ну, что угодно, чтобы было куда прицепить. Другого назначения нет. Клапаны под дуба я использую обычный Apex, да, то есть, почему они мне просто больше нравятся, то есть, я могу пользоваться, там, хаммерхедом и так далее, любыми, или изготовить. Цена одинаковая, просто оно работает, тем более, сейчас они чуть-чуть поменяли форму, но, в принципе, оно работает, можно его выкрутить, всё поменять, всё это дело разборное. Вот. Дальше. Дальше у нас регуляторы. Итак, та система, то есть, есть у нас такой манифольд, да, где идёт, все эти шланги разветвляются и так далее, то есть, я, опять же, старался сделать всё это максимально маленького размера, то есть, в данный манифольд, например, в отличие от больших, можно вкрутить 9 шлангов, да, то есть, что достаточно, плюс ещё сюда в регулятор и так далее, вот. Так что он выполняет любые, что бы ни хотелось вкрутить, всё сюда можно вкрутить. Вот. Регулятор я использую, аквалунт Титанов Икс. Почему? Потому что это самый лёгкий холодовой регулятор, да, то есть, по сравнению, например, с ТЭК-3, на каждом регуляторе у вас получается 600 грамм экономии веса. Только поменяв два ТЭК-3 на два Титановых Суприм, вы экономите 1,2 кг. Да, так как здесь обычный, без вот этого АСД, или как его называется, система, да, то есть, они уже не производятся, поэтому просто я договорился с аквалунгом, они вот делают, как бы, мне первую ступень со старой, такой, апексовской, стандартным разъёмом. Окей. Точно так, чтобы это всё было легко разбирать, всё это модифицировалось и так далее, ну и покажу я вам, как оно собирается. То есть, я отказался от прикручивания манифольда, и, в принципе, это первый манифольд, который, так называемый, слайд-манифольд, который двигается. То есть, зачем это нужно? То есть, вы одели под дёву сотку, четырёхсотку и так далее, я люблю, когда все шланги на своём месте, я очень не люблю, когда на ребризере вот это миллион шлангов во всех стороны, да. Поэтому у меня сейчас, как вы увидите, шлангов не видно вообще никаких, но для этого нужна точная длина шлангов, чтобы это было красиво, поэтому это просто двигается, выбирает своё место. Дальше. Нарезка шлангов, она одинаковая, так как это зависит от контрлёгких, длины инфлятора и так далее. То есть, длина вот этих шлангов, вот это их соотношение, оно всегда одинаковое, да. Мне для того, чтобы поменять на больший размер, на меньше, нужно поменять только вот этот один шланг, да, и всё. Все остальные стандартные. Опять же, всё равно там все как-то подбирают и так далее, но вот так. Дальше. Первая ступень просто сюда вставляется, есть тут, ну, болтик красивый, чего-то я пока ещё не сделал, но вот так оно вставляется. То есть, это же является креплением для баллона. То есть, раньше у меня все баллоны крепились на металсап, всё это красиво, удобно и так далее. Первое. Есть у этого своя цена, второе, есть вес. То есть, баллон весит 3 килограмма, то есть, два баллона 6 килограмм, а два крепления металсап, к ним нужно ещё два стальных хомута на ребризер, четыре стальных хомута на баллоны, всё это вместе весит больше 2 килограмм. У вас получается 6 килограмм, два баллона и 2 килограмма крепления. То есть, это 30% весит крепление. Это как если бы на дверь повесить завесы, то есть, 30% от веса двери. Да, это красиво, но много весит. Поэтому креплением нижним является сам регулятор, да, самая элементарная. Система там такая поворотная, то, что используют Liberty ATX 50. Я от этого отказался, оно сильно массивное и так далее. То есть, у них другие цели, они продают для армии, у них все стандарты такой, heavy duty military standard. Их не интересует дайверик, интересует продажа армия, полиция и так далее. И последствующий гарантийный ремонт и деньги каждый год. Да, то есть, вот. Поэтому тут должно было быть всё легко. То есть, ставится сюда баллон и прикручивается. И просто пристёгивается обычным. Больше ничего не нужно. Можно поставить защёлки, баллоны и так далее. Просто оно не нужно. Дальше. Я сейчас вставлю ещё другой регулятор. Да, здесь выкручено. Сюда я ещё, если мне нужно, можно вкрутить Г-образный поворотник и поставить ещё один шланг на поддув сухаря и так далее. Просто я его где-то выкрутил, он у меня дома. Помните. Опять же, как вы видите, для того, чтобы всё это разобрать, если надо на поездку и так далее, то это занимает одну секунду. Вы раскрутили, выточнили. Дальше. Все шланги, которые нам не нужны, они пропускаются сюда внутрь. То есть, и в принципе, вы их не видите. Сейчас я ещё посмотрю. Так как я его каждый день не собираю, не разбираю, поэтому для себя я там его ещё там попроталкивал в такие неопреновые чехлы. Это сугубо для такой красоты. И чтобы быстро собирать, разбирать, в принципе, здесь ничего не нужно. Там есть куча резинок и так далее. В принципе, если мы хотим, чтобы этого вообще не было видно, то можно это... Я одну штучку покажу, чтобы я там всё не тягал туда-сюда. То есть, я его пропихиваю вот так. Этот с манометром тоже идёт внутри. И в принципе, у вас здесь вообще нету ни одного шланга, вы его не видите. Точно так с этой стороны. Дальше. Так как мне никогда не нравились все эти летающие шланги, поэтому делается так. Я его сюда пристёгиваю. Шланг инклятора идёт внутри. Почему я использую этот карбон мифлекс? Раньше у меня были обычные мифлексы. Никаких проблем у меня с мифлексами за шесть лет нету. Ничего у меня не ломается, не стреляет и так далее. Мифлексы производят много производителей под одинаковым названием. Покупайте оригинальные, смотрите за ними, и никаких проблем нету. Дальше. Здесь это у нас пристёгивается только для того, чтобы не летало. И здесь у нас есть ещё такой кармашек. Тоже были разные варианты. Такой кармашек обеспечивает то, что шлангов нету, но лёгкую сборку-разборку. Итак, если мы посмотрим, то у нас здесь сейчас нету ничего. Можно так, чтобы на кого-то одеть, а ты покажешь, как будет просто как-то видно хорошо. Сейчас я одену. Не, может, просто на кого-то ты будешь сразу собирать. Да, на ком-то. Он чёрный, надо на Иру, на белом будет хорошо видно. Нет. То есть, кто-то хочет, встаньте, я одену. Ну, Лера, встань, можно. Не, ну куда я? Ну, встань. Ну, как туда же. Я бы, честно говоря, это немного такая идея. Да нет, ну, собрать надо застегнуть. Ну, потому что я сейчас буду просто застёжки, все эти липучки, они находятся... Ну, фотографии получились. Ха-ха-ха. Надо просто Ира, твои волосы вне опленовых кармашек пропустить. Сейчас мы оденем, только когда я застегну липучки, чтобы я не защёлкивал волосы и так далее. Есть лысый? И так далее тоже. Может быть. Лысых у нас нет. Так, дальше. Стандартной вещью есть такой свежок, да, который там болтается везде у всех, сбоку, снизу и так далее. Просто я сделал стандартное крепление на контрлёгком, и он всегда на своём месте. Если вам нравится папа-мама наоборот, значит, есть другое крепление сюда. Вот. И сюда же идёт у нас шванг поддува Диуэнта. Вот. И опять же крепление для... Должно быть надёжное для инфлятора, в противном случае будете искать инфлятор. Итак, вот у нас получилось оно как бы в собранном виде. Да, сейчас, секунду, я покажу. Что здесь ничего нету. Нету шлангов, нету ничего. Каждый шланг у вас находится на своём месте, и он всегда на том же самом месте. То есть, поэтому вы его одеваете и снимаете, как обычное BCD. Да, за счёт ещё жёсткости подвески, но просто одевается и снимает. Болтик отпал. Ну, ничего, всё я соберу. С тебя не надо? Думаешь, я уже слиплюсь? Окей. То есть... Титановый болтик пришёл. Не бросай уже ржавейки. Бросай уже ржавейки. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. То есть, разговоры о том, что там нержавейка и титана не образуют, фару образуют, но это очень медленно, поэтому... Итак, то есть, вот у нас есть... То есть, дальше. Есть ещё здесь возможность добавить грудную стяжку. Зачем это нужно? Потому что, благодаря грудной стяжке, понятно, может, это не фэншуина, но можно немного больше сделать длину харниса, и будет легче одевать. Когда вы стянули, она подтянулась. Манометры находятся на своём месте, никакого крепления не нужно. За счёт именно как раз вот этих карбон-ХД шлангов под давлением они просто здесь прячутся. Кому ещё кто-то хочет ставить сюда его, вот у вас здесь два манометра. То есть, один и второй, что вы можете посмотреть. Это шланги под меня 90 сантиметров, есть ещё один метр, чуть длиннее. Вот, в принципе, у вас весь ребризер, который есть. Здесь у нас идёт вот резинка на сайдмаунт, и, если нужно, здесь есть вот Д-ринги. Попробуй пальцем большим найти Д-ринг. Вот он выше. То есть, его можно реально найти, да. Где-то оно давит, его надо точное место, чтобы оно не упиралось в руки и так далее. Поэтому, если не нужно, я не пользуюсь, но такая опция есть. Да? Ну, в принципе, пока всё. А резинки, кстати, вот никак не фиксируются под сайдмалом, правильно? Они вот так вот и остаются. Я правильно понимаю? Ну, никак они не фиксируются. Я их надеваю на вентиль, на... Ну, не просто так, да? Резинку найти можно? Нет, ну, вы же плаваете, вы же плаваете с... Вот вы одели баллон для сайдмаунта, и всё. То есть, можно сделать другую... Но когда оно не используется, на простую? Да. Можно зацепить его снизу, вот здесь я цеплял за Д-ринг. Сюда можно его убрать, но, в принципе, я пользуюсь всегда. Да, то есть, ну... Ну, было... То есть, ну, можно его вытащить и так далее. Никакого специального можно прицепить сюда за Д-ринг. Ну, короче, я такой штукой ещё не занимался, но можно подумать, сделать специально это Киеве. То есть, пробовал я делать систему как дайфрайт с карабинами, когда оно обкручивается и так далее. То есть, мне это не нужно. Если это кому-то удобно, кому-то, у кого кто большой размер и так далее, у людей меньшая подвижность, то есть, наиболее удобно было размещение круглого Д-ринга, стяжки и карабина, что вы пальцем цепляете всегда за Д-ринг, оттянули, прицепили карабином, и есть люди, у которых это всё вот тут болтается, он говорит, мне пофиг. Да, то есть, если человек там на 130 метрах может там просто лечь на камень, где-то там на отвесной стенке, потому что у него закончился Д-уэнд, достать шланг, подцепить стейдж, поддуться и сказать, пробьём дальше, и всё это делать абсолютно спокойно, ну, хочется человеку лечь, ну, пускай ляжет, да? То есть, ну, так. Да, уста может. Итак, то есть, это у нас есть. Ну что, снимаем. Пойдём. Итак, это то, что касается такого всей бутафории, помимо ребризера, но, как бы, если вам этим комфортно пользоваться, если оно всё на своём месте, и так далее, то есть, то это повышает безопасность, ускоряет процесс, и когда вы тренируетесь, у вас каждый раз всё там, где нужно. Один раз вы это поставили, вы знаете то, что я вам могу объяснить, почему каждый шланг на этом месте, а не на этом, почему я делаю так, у всего есть какая-то причина, да? То есть, точно так, в техническом дайвинге, каждый грин, почему их три, а не пять, а не шесть, почему-то люди к этому пришли. Где-то кто-то прокололся, или так удобно, есть какая-то причина. Пока я не пухну. Итак, здесь у нас вот такая вещь. В принципе, после дайвинга, то есть, я его складываю, это дело всё таким вот образом, да, там, закрываю, и, то есть, таким образом, я его забираю. Даже если я как бы ныряю в Европе, когда оно всё мокрое, сумка такая, минимальная, есть у меня тоже там 5-6 разных сумок, паковать целый ребризер целиком неудобно, оно огромное, можно поставить в ящик, просто я вышел из воды, я вот его мокрое спаковал, пришёл домой, поездил, да, с регуляторами сзади. Если мне нужно, чтобы регуляторы не торчали, то я просто их вытягиваю, вот так протягиваю и оставляю вот так, тогда оно получается одной дверны. Есть у меня ещё просто резинка, которую я соединяю снизу, и вожу вот так целиком всю сумку. Окей. Так, теперь дальше, давайте прикрутим баллон. К сожалению, баллон у меня оригинальный один, потому что я не проходил по весу, у меня было там 33 килограмма, и никак они не захотели забирать, сказали, забери вручную кладь, а там сказали, ты что, ты кого-то убьёшь? И мне его пришлось оставить в Польше. Итак. С туркишами хорошо летать. Дополнительно дают. Не, ну туркишами я летаю, там 60 килограмм, 32 или 23 плюс 32 дайверский багаж, я вожу баллоны и так далее, потому что в последний раз я обнаглел, я вообще просто приношу баллон, ставлю на транспортер, они говорят, что это баллон, вот написано баллон, они говорят, так он побьётся, я говорю, пускай бьётся. Ну и тут слышно, там бум-бум-бум-бум-бум, приносят назад, запаковывают. Ладно. В данном случае я летел в Пизаев, я купил 32 килограмма, ну что я считал, у меня ребризер 16 килограмм, сухарь 5, сумка 4, у меня во, больше ничего нету. Я забыл, что ещё есть два баллона, да, то есть, ну и получился один килограмм. Ладно. Итак, баллоны. Баллоны можно использовать любые, 2 литра, 3 литра и так далее, металлические. Я, в принципе, отказался от металлических баллонов. Почему? То есть, металлические баллоны, они узенькие, длинненькие, красивые и так далее. Есть две вещи. Хорошие баллоны, дорогие, фабер и так далее. Все вот эти витковицы и так далее, они ржавеют так, что я не успеваю менять. Они шли штатными к хаммерхеду, просто в Египте, вот он стоит вычищенный и так далее, и через 3 месяца я высыпаю 200 грамм. Ржавчины и так далее, поэтому я от них избавил. О, так легче становится. Возить потом. То есть, насчет того, что легче, меньше, это имеется значение, то есть, что алюминиевый или сталь, когда у вас двенажки, когда у вас парка стальная и так далее, а лучше развесовка. Когда мы говорим о 3-х литровом баллоне, там разница получается 300 грамм, в зависимости от фирмы, от модели и так далее. В чем прикол? Это баллоны производят в Турции, есть кто знает, не знает, есть такая фирма МЭС, которая там, врачего производителя, уже производит все баллоны. Алюминиевые двенажки, С80 и так далее. Разница в том, что у них все идут М25. Уже все алюминиевые баллоны и так далее, 3,25 дюйма, и найти ребризерные вентиля, большая проблема в Европе. Да, то есть, но не в этом суть. То есть, изначально я пользовался обычными баллонами, обычными вентилями, и у меня вентиля располагались назад. Мне так удобно, я посчитал, что руку не так поворачивать, как стандартно в ребризере, а так, мне так удобнее крутить, да, то есть, вот, поэтому можно ставить, если вы поставите самый обыкновенный вентиль, он будет торчать назад. Этот такой вентиль, вот, от Inspiration, стандартный, да, он будет у вас торчать вбок. В чем прикол? То есть, прикол в том, что у нас есть разница по высоте. Если вы возьмете стандартный еще вентиль, обычный, да, то есть, и баллон, это не стандартный баллон, возьмете от Inspiration, разница получается 15 сантиметров по высоте. По диаметру это 100 миллиметров, это 113. У нас получается там 7 миллиметров с одной стороны. Поэтому я пользуюсь этими баллонами. Стандартно они идут в комплектации. Почему? Потому что они короткие. Вот. Сейчас я покажу, в чем он отличается. В отличие от обычного ребризера, у вас, вы собираете его, эту часть, лежа. Вот. Думал я делать как-то по-другому и так далее. В принципе, то есть, потратить на это там 3 секунды, для этого ничего не нужно переделывать, чтобы делать какое-то отдельное крепление. что получается? Получается, что длина баллона не выше крыла. И у вас баллоны здесь не торчат. Вы ними нигде не стукаетесь и так далее. То есть, если так как я всю жизнь там вместо смазки плевал, ну да, будет тяжело открыть. Вот. Понятно, можно поставить чуть-чуть меньше оринги и так далее, будет легче. Но так оно есть, да. То есть, таким образом это открывается, закрывается. Дальше. Идея была, сейчас я соберу это дальше, то есть, ну или давайте соберем, посмотрим, как это все выглядит в собранном виде, а потом поговорим по частям. Итак, ну так может. Шланг, она соленоид. Он просто вкручивается. Я не использую никаких соединений и так далее. Были случаи, подсоединил, не подсоединился и так далее. Я хочу помнить, что я его закрутил. То есть, то, что я говорю на курсах, вставил голову, прикрути шланг. Да, то есть, неважно будешь ты нырять или не будешь. Вставил, прикрути. Не хочешь прикручивать, не вставляй и так далее. Опять же, если у вас простая прикрутка, я открыл кислород и полетело, вы видите, что где-то что-то не так. Поэтому в данном случае, то, что проще, как бы я, в данном случае, к этому я склоняюсь. Опять же, каждый может иметь свое мнение. Дальше. Шланг, опять же, надо смазывать и так далее, но, в принципе, оно вставляется и так. То есть, шланг вставляется только вот с задней позиции. Для того, вы просто его вставляете, там есть упор, ничего ловить не надо, как в Либерте и так далее, и поворачиваете вы его до упора. Дальше он не идет. Да, то есть, у вас есть свобода, что он двигается, но, в принципе, дальше, для того, чтобы вытащить, вам нужно будет повернуть шланг на 180 градусов. Точно так, с этой стороны. И сейчас вы видите разницу. Здесь шланг идет вот, а здесь он идет вот. Здесь у меня голова шланг, здесь я могу его убрать. В этом, как бы, уже разница и комфорт плавания. Т-коннекторы обычные, то есть, понятно, может быть, со временем я их переделаю, но, то есть, не думаю, потому что все это, опять же, деньги и так далее, а дополнительно изменять то, что и так отлично работает, мне не хочется. Что у нас есть еще здесь? Есть еще здесь шланг для BLV, то есть, это то, что делает Apex со стандартным поворотным. Понятно, можно добавить добавку в обычный шланг. В чем прикол шарового шарнира, в отличие от такого поворотного? То, что он практически не изменяет легкость поворачивания под давлением. Да, то есть, лучше бы было, конечно, чтобы он еще чуть был изогнут, но, то есть, в принципе, оно добавляет небольшой комфорт, когда вы двигаете головой. Тот, который двигается так, то, что он, помимо того, что там три ориинга и так далее, он под давлением, он практически не двигается. Этот, если бы, например, тут в баллоне нету воздуха, если дать под давлением, он будет точно так легко двигаться. Да, то есть, и вы когда двигаете головой, оно реально двигается. Да, единственный минус этого шланга Apex, его цена 80 евро. Вот, но можно вставить китайскую вставку и так далее. Дальше, BioV, то, что все знают под именем Golem Gear, да, то есть, все ребризеры и так далее. На самом деле, делает это все придумал мой приятель, который живет в Чехии, 30 километров от меня, но, то есть, бизнес таковой, что оно известно под другим именем, да, вот еще этот старый Golem Gear, есть там то, 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 так называемый Bow Shroom, используемый на всех ребризерах. Что, как бы, я здесь переделал, переделал, как вы видите, кто знает, что это такое, здесь нету ADV, да, то есть, нету ADV здесь механического, есть T-коннектор с пневматическим ADV, нету его ни там, ни там, я его встроил сюда, то есть, в принципе, этот регулятор выполняет функцию ADV, да, то есть, просто я не добавлял еще один регулятор, и благодаря этому вы можете регулировать усилие ADV, то есть, вы можете его закрутить, усилие подрыва, и ADV сработает, когда вы потянете, либо отпустить. Я делал разные версии, в принципе, я добился того, что легкость срабатывания ADV такая же, как при дыхании из регулятора, то есть, падая вниз, я просто делаю вдох из ADV, выдох в петлю, и так далее, потом мне это не нужно, почему, потому что, когда я уже вешу на деке, и мне ADV не нужно, оно добавляет, сделать его так, чтобы оно отключалось, я знаю, как это сделать, но я этого сделать не могу, а с хозяином хаббер-хеда, так как он там делает свой XCR, пока мы как бы уже второй год договариваемся, тут я сделаю новый, но неважно, пока это не работает, поэтому я немного загрубил, вот, то есть, что оно дышится, либо не сильно легко, либо надо потянуть, да, целенаправленно, и тогда оно работает. Дальше все точно так у нас, байонетные защёлки, шланги, зелёные, куперовские, и так далее, все это у меня есть, особого чуда в них нету, я от них как бы отказался, почему, потому что на эти можно ставить колечки, да, а на те нельзя, то, что големгир продаёт вот эти вот колечки под куперовские шланги, на самом деле, они не становятся, благодаря колечкам, или обычному свинцу, ну, так красивее, я могу выставить так, что когда я выплёвываю, вот он у меня висит, и вообще нету нагрузки на челюсть, да, только по этой причине я убрал куперовские шланги, и поставил резиновые, также, как вы видите, нету ни одних зажимов, да, стальных, потому что 8 стальных хомутов, это опять же вес и так далее, пластиковая слабо, я там пользовался разными, здесь находится обычный бандаж, капроновый шнур, это всё забандажено, и запаяно термоусадочными трубками с клеем, да, то есть, не разрывается оно, не снимается и так далее, в принципе, я нырял 2 недели без хомута, и забыл когда-то поставить, просто была надета резиновая трубка, и 2 недели можно было нырять, вполне было нормально, понятно, что можно, если кому-то кажется этого недостаточно, можно поставить обычный хомут металлический, и всё, да, сейчас я ещё этот подкручу, чтобы было у нас всё красиво, вот, в принципе, пока такой, как бы, био-ви со встроенным АДВ, он является, как бы, единственным в мире, но помимо там Посейдона, который делает, но он, у него немного другое био-ви, которое тяжело работает, да, то есть, вот у нас стандартный ребризер, теперь, это всё стандартно, если кому-то хочется, понятно, можно встроить сюда АДВ, можно сюда вкрутить АДВ, и так далее, всё это продаётся, всё это взаимозаменяемо, стандартно, и так далее, вот, так, теперь, перейдём к самой, к самому главному, то, что есть в ребризере, это электроника, и так, принцип такой, то есть, сразу скажу, то есть, один компьютер и Дива, я считаю, что этого недостаточно, это продажный ход, и так далее, потому что компьютер стоит, там, тысячу, полторы, две тысячи, и покупая ребризер с одним компьютером, производитель экономит две тысячи евро, который вы можете потом докупить, это вся философия, да, то есть, один компьютер плюс Дива, которая работает независимо, в принципе, этого достаточно, если вы ныряете на 70 метров, компьютер перестал работать, по Диве вы выходите, я не знаю, кто в состоянии реально считать, вот эти мигания, там, 1.0, 1.0, если у вас 1.0, я не знаю, кто, ну, кто, я вижу по глазам, кто понимает, и так далее, то есть, если у вас мигает 1.0, и у вас setpoint 1.0, и вы считаете, это каждое мигание, окей, но если в аварийной ситуации, у меня накрылся компьютер, я чего-то делал, у меня портевалка упала до 0.4, я должен считать 6, 6, 6, я вообще не понимаю, что происходит, а мне еще нужно сосредоточиться, это посчитать, то есть, когда я нырял специально, понятно, что я нырял и так, и так, и так, то есть, я нырял с одним компьютером, проверял, ну, вот на 100 метров, я как бы так остановился, думаю, считать или не считать, я решил не считать, да, то есть, я перешел на полузамкнутый, склыл на 60 метров, и переключился на открытый цикл, я не готов считать, да, поэтому я этого не делаю, должно быть 2 компьютера, ну, как бы это мой принцип, опять же, в ребризере нету такого плохого, хорошего, у каждого есть своя философия, то, что сделали вот Посейдон, что основная, какая была цель, что никакой дайвер, рекреационный пади, не в состоянии управлять никаким ребризером, да, это было первостепенное, и ребризер должен был сделать так, чтобы дайвер ничего не мог сделать, вы сделали курс, не ныряли год, приехали, арендовали ребризер и пошли нырять, реально работает, я пытался со скутером загнать, у меня в центре есть 4 Посейдона, старые, новые, я их пытался загнать, нельзя загнать, то есть, реально он дает столько, что, ну, да, дает, ни одной кнопочки нету, да, добавить ничего нельзя, первый раз человеку, это супер, а когда человек даже на Посейдоне отныряет 2 недели и смотрит, что я что-то нажимаю, он это что-то нажимает, но я делаю то, что мне надо, он говорит, я тоже хочу, и уже сразу человек перестает это устраивать, у него другая цель, они ее добились, оно работает, я очень бы сильно в это хотел верить, что вот ихняя идея, что во всех дайвинг-центрах будут ребризеры Посейдон, будет куча инструкторов, и люди будут, не покупая ребризеры, приезжать арендовать, но вот есть у меня в центре 4 ребризера, да, аренда ребризера, сколько-то стоит кислород, скрубер и так далее, и приезжает реконсердционный дайвер, платит за аренду 130 евро, и ныряет с людьми, которые ничего не заплатили на глубине 15 метров, да, то есть вот, ну, хотелось бы мне, чтобы этот ребризер развился, но не знаю, насколько у них получится, пока как бы фирма Посейдон продается, да, так что целиком и полностью, вместе с ребризером, так что если есть желающие, и так, то есть, вся эта тирада, что у каждого свои цели, да, у меня цель такая, и такие принципы, два независимых компьютера, которые никак не соединены, кроме датчиков, абсолютно независимые, нету бога, который анализирует один-второй, нету компьютера, который подхватывает один-второй, все это было, были у меня даже тут дивы с кнопочкой, на которой выключается соленоид, все это было, там была куча всего, то есть, я всего от этого отказался, по причине, скажем, такой философского подхода к какому-то концепции, и так, два абсолютно независимых компьютера, основной компьютер управляет соленоидом, он вам поддерживает давление, ко второму компьютеру у меня подключена дива, то есть, если тот компьютер, который управляет, перестанет работать, то этот начнет мигать вам там красным цветом и так далее, то есть, задача дивы, то есть, все хорошо, что-то не так, или смотри на компьютер, все, все вот эти вот там цветомузыки с указыванием парциального давления, заряда батареи, скрубера, остановки, дека и так далее, из моей практики, это все было бы хорошо, если бы не одно но, что люди перестают на это смотреть, они просто на это никак не реагируют, то есть, задача такая, у нас горит синий цвет, окей, фиолетовый где-то отклонение, красный смотри на компьютеры, красный мигает быстро, значит угроза жизни, все, у вас есть два полноценных компьютера, и дива служит только для одного, чтобы тебе сказать, что идиот, посмотри на компьютеры, все, это моя концепция, то есть, она работает с синим медленно, сейчас еще как бы допишут, она будет мигать, вот как старая лампочка, что так будет загораться и тухнуть, а если это будет красный, то он будет светить резко, да, чтобы у человека привлечь внимание, но это уже такое, в принципе, достаточно, ты смотришь, синий светит медленно, все нормально, фиолетовое отклонение, там 15-20%, красный медленно, более 20%, что в принципе еще жизненно, и красный быстро, это меньше 0,16, или больше 1,8, все, это назначение дивы, то есть, компьютеры два, так как вы все знаете, Сивуч, работали мы три года, долго, упорно это все писали, то есть, выглядит сейчас это, это все еще рабочие модели, потому что, ну ничего страшного, запорожье рукой, и так, то есть, вот так выглядит этот компьютер, да, то есть, вот он так, это еще старая версия, она по-другому подсоединяется, но в принципе, так вот оно выглядит, да, это то, что вам нужно, в случае поломки, оно вынимается, это старая версия, там новая, она такой подкручивается, изнутри гаечка, и все, то есть, вы его вытащили, вставили заглушку, или вставили второй компьютер, это вы можете выслать на ремонт, если у вас едет три человека, то есть, вам достаточно иметь одну систему, на троих дайверов, которую вы можете просто взять, и поменять, и нырять дальше, цена этого, несоизмеримо с шерватером, и так далее, и тому подобное, да, что можно это иметь, но, как бы, суть была, конечно, не в этом, суть была в том, что это должно было быть независимо, и закрыто, и так, теперь, по, для тех ребризеровщиков, кто знает, там, прохождение воздуха, по проводам, и так далее, и тому подобное, ничего не проходит, то есть, эта часть, она закрыта герметично, с этой стороны, здесь у нас коннектор, для трех датчиков, и для соленоида, в принципе, и первый, и второй контроллер, могут управлять соленоидом, и могут управлять дивой, и так далее, я его, скорее всего, где-то поломаю, чтобы этого нельзя было сделать, вот, чтобы нельзя было просто вставить один компьютер, к нему подсоединить соленоид, диву, и на одном компьютере нырять, но, в принципе, они абсолютно независимы, пока это так, так что, пожалуйста, то есть, все доступно, и так, то есть, эта часть полностью закрыта, она управляет, то есть, ну так, давайте по порядку, она закрыта, воздух через нее не проходит, идет провод, и здесь он вкручен, те, кто там плавал с сивучем, знают, там такой разъемчик, да, здесь немного другой разъемчик, так что обычный сивуч, к сожалению, нельзя подключить к ребризеру, но просто, мини-USB коннектор, не в состоянии обеспечить проход, дальше, это примерно тот же самый сивуч, понятно, что с доработками, но разъем герметичный, и вот эта гайка, она герметизирует только этот разъем, да, то есть, вот, сейчас возьму красивее, а то это уже, вот, это все старые модели, которые я должен просто высылать, и так далее, вот, то есть, она только герметизирует этот разъем, то есть, если попадает сюда вода, да, коннектора не будет, но компьютер останется не залитым, провод стандартный, то есть, там, с подводной лодки, через которую вода не проходит, не знаю, но так, денег берут столько, как будто она не проходит, да, так что, по идее, то есть, это тот же самый, что используется на шерватере, и так далее, то есть, что вода через кабель не проходит, он самоуплотняется, используется стандартно, это на подводных лодках, при выводе датчиков, в случае обреза, там есть определенный стандарт, сколько капель за час, может попасть через этот кабель, но тут даже, если попадет пару капель, электроника сдохнет, но, такая судьба, дальше, здесь у нас есть так, что это независимых, они независимы, воздух никуда не проходит, дальше, я не знаю, видели или нет, сделали новую пресс-форму, да, то есть, вот такая она уже с ребрышками, чтобы температура не влияла, и так далее, аэродинамика усилила, сопротивление, на самом деле, я, так как я хотел, чтобы был правый компьютер, и левый, я отказался перекручивать на 180 градусов, поэтому они сделали еще одну пресс-форму, ну и под это уже подобрали, вот эти вот штучки, так что есть один компьютер правый, второй левый, ну и силучи продаются в такой же версии, да, так, а вот одну на троих, они же отличаются, основная, правая, левая, ну вот основной, запасной, то есть, если ты сюда подсоединишь соленоид, то оно будет работать, то есть, в принципе, оставив один компьютер, я могу к нему подсоединить соленоид, и все будет работать на одном, но если у тебя сдохнет и соленоид, и дива одновременно, то есть, это плохо, но это плохо, то есть, оно нужно один раз, когда ты что-то делаешь, где-то вытягиваешь бивень, слона там, и так далее, и ты в таком, в ажиотаже, и так далее, и в этот момент перестает работать, да, или ты плывешь в пещере, или в обреке, да, компьютеры светятся, но ты куда-то там светишь, и когда у тебя начинает мигать красным цветом, ты реально это видишь, опять же, я вижу, когда все доходят до 100 метров, и у всех мигает красным цветом, я подплываю к каждому, и каждый мне говорит, я знаю, почему у меня красный, да, то есть, вот, поэтому просто, просто этого быть не должно, дальше, на этом, сейчас мы там включим, чтобы оно нам помигало, вот, то есть, здесь вот еще есть такой повторитель, да, как там модно, для бадди, и так далее, все это фигня полная, почему, опять же, то же самое, как с облушкой для воды, так, вам показывают, для бадди это хорошо, но бадди плавает вот так, да, и это надо смотреть сверху, в пещере видно, в обреке видно, и так далее, то есть, если оно будет мигать, то пускай мигает, на самом деле, это предохранительный клапан, так как внутри находится литиевая батарея, в случае затекания превышенность, я покажу, то есть, чтобы я красиво входил в воду, и красиво был в воде, то есть, я делаю просто, оно красиво, как мне нравится, в чем еще прикол, когда у вас проходят гофрошланги, они не проходят между баллонами, их ничего, как вы увидите, не загораживает, и я их могу развести куда угодно, у меня появляется дополнительная свобода движения головы, но еще раз говорю, то есть, баллон можно поставить любой, верхнее крепление, оно немного двигается, но, в принципе, при разнице баллонов, на одну сторону, максимальная разница 7 мм, то есть, если вам лень, и вы ничего не будете вообще двигать, с разными вентилями, и так далее, у вас будет, ну, не будете подстраивать, под свои баллоны, то есть, у вас будет смещение баллона, максимально 7 мм, то есть, он будет, как вы видите, чуть-чуть смещен, можно, да, это взять, передвинуть, там, подставить резинку, он будет идеально ровно, то есть, если вам все равно, то можно ничего не делать, а нижнее крепление, оно немного двигается, да, там буквально несколько миллиметров, и это позволяет просто прикрепить любой баллон, ничего дополнительно не делая, окей, то есть, на самом деле, есть более простое решение, чтобы, то, что я делаю в Египте, я на более тонкие баллоны, просто одел обычные резинки, да, и диаметр обычный кусок резинки, и диаметр в этом месте получился одинаковый, поэтому все баллоны становятся, так далее, то есть, ну вот то, что я говорил, вот разница по длине, причем это еще не самый длинный баллон, да, стандартный вентиль вам даст еще 5 см, поэтому эти баллоны идут стандартно, окей, так, ну ладно, давайте оставим немного некрасиво, но так будет, окей, то есть, баллоны 2 литра, 3 литра любые, дальше у нас основная часть, это канистра, да, то есть, канистра, то есть, стандартная алюминиевая канистра весит 4 килограмма, данная канистра весит 2 килограмма, то есть, половину меньше, для того, чтобы достичь, чтобы это не была такая, пластмассовая баночка, и так далее, и тому подобное, то есть, делается это по принципу, как обычный баллон, да, то есть, из одного куска алюминия, это выдавливается, то есть, это один кусок алюминия, без сварки, без ничего, этим достигается жесткость, легкость и прочность, опять же, это немного потянуло за собой цену, но так пока будет, дальше, крепление обычное, здесь металса, почему тупо мне это делать дорого, поэтому только задняя часть переделана, то есть, здесь оно просто прикручено, для того, чтобы избежать вот этих хомутов, да, потому что хомуты нормальной фирмы, из нержавейки, два таких хомута такого размера, дают вам вес 400 грамм, практически полкилограмма, да, то есть, поэтому вместо двух болтиков, место положения, здесь фиксировано, но, как вы видите, здесь вы можете поменять положение, и так далее, опять же, вы можете прикрутить адаптер, с двумя болтами, и стандартно прикрутить, адаптер такой, например, на хомер-хеде, весит 900 грамм, один адаптер, да, адаптер плюс два хомута, это еще больше килограмма, да, мы только на креплениях убрали, больше трех килограмм, так как, ребризер, да, пропустила, почему не пластик, конечно, ну, какой пластик, Делрин, какая толщина, да, любой пластик, полипропилен, а здесь какая толщина, 3 миллиметра, ну, Делрин, тоже 3 миллиметровый, ну, и он тут же станет, у меня в Хургаде, есть около 6 канистр, по размеру, то есть, есть даже специально для меня, изготовленные, вот эти хомер-хед, под размер 7 с половиной килограмм, и так далее, то есть, делаю это я не первый год, и так, то есть, когда канистры Делрин, стали делать 8 миллиметровые, как алюминиевые, они через время стали становиться яйцом, да, и когда вы вставляете с Крубер, он в этой центральной части, он начал, ну, немного прогибаться, никакой хомут, туда вы ничего не поставите, это раз, можно делать из Делрина, то есть, проблемы в этом нету, просто есть еще одна вещь, у Делрина, то есть, Делрин идеальный материал для машинной обработки, да, но он ни хрена не идеальный, для того, чтобы из него дышать, при обработке больших канистр, если там, например, нарушается температура обработки, он выделяет формальдегид, и потом, с этим тоже есть проблемы, если сделать из Делрина, надо вставить дно, опять же, чтобы дно не смещалось, и так далее, оно должно иметь, например, в Хаммерхеде, в Делриновой канистре, а не вы, Делриновое дно весит полтора килограмма, одно только дно, вот, да, то есть, можно делать из пропилена, можно делать из обычной канализационной трубы, почему? у ребризера давления нету, да, давление внутри и снаружи одинаково, оно ничего не держит, ну, легче, ну, вы не можете использовать канистру от канализационной трубы, потому что на первой же фотографии будет первая подпись, то есть, канистра из канализационной трубы, у меня приятный, у меня, да, у меня приятный, тебе же сделали поднять, точно так же тебе могли сделать из полипропилена, эту штуку, в смысле, вытащить, ну, вытащить, выдавить, вылить, вылить, отлить, да, ну, полипропилен гораздо легче, алюминия, просто, ну, у тебя вопрос веса, ты говоришь, как доминируешь, сделать 3 миллиметра, то есть, как вы ее будете перевозить, просто стоит в деформации, так понимаю? Ну, да, то есть, деформация будет при перевозке, при том, когда он упадет, или еще что-то, и тому подобное, но, то есть, пытались сделать, вот, хаммерхед, они делали канистру, такую же из даурина, как алюминий, и они от этого отказались, они увеличили до 10 миллиметров толщину стенки, потому что были проблемы, сверху проблемы, деформация яйцом, то есть, а, кстати, этот, вот, Виталик, который у меня купил канистру из даурина, 10 миллиметров толщиной, ему в Хургаде так грохнули сумку, что выбили вот такой кусок, есть у меня эта канистра, вот он приехал, да, один человек за все время, то есть, сейчас ты ищешь, кто может грохнуть эту канистру? ну, то есть, для любой канистр, не, ну, просто была такая идея, была у меня такая возможность, и так далее, поэтому, пока сделали так, сейчас я пытаюсь, как бы, еще это оптимизировать, чтобы где-то, чего-то не в ущерб качеству, и так далее, сделать, да, титан, мне кажется, ну, цена, то есть, чтобы, то есть, сейчас вопрос, как бы, оно все работает, я немного пытаюсь оптимизировать, чтобы, еще чуть-чуть сделать меньше, это канистра уже, а это ныряло? да, это канистра, это я два года ныряю, но это у меня экспериментальная, потому что я вот здесь, где-то там, переваривал, менял, и так далее, то есть, у нее еще твердое надирование, что тоже не дешево, но оно себя оправдывает, да, не царапается, нет, но это твердое надирование, то есть, оно, но если легко напильником, то звенит, и следов не оставляем, то есть, когда сотрется, анодирование, да, тогда будет алюминий, вот, но в принципе, это морской алюминий, и покрытие анодированием, только для красоты, потому что, если его ничем не покрывать, будет вот такой вид, обычный, вот, то есть, ну, ну, вот с титаном, кстати, про пары, там, я говорил, что-то про пары, гранопары, снижение, титаны, это титан и нержавейка, вот, алюминий, то есть, во все болты, которые у меня были, алюминий, ВС, нержавейка, и то, что вот на фонарях, да, и так далее, и то, что сейчас начал использовать производитель этих фонарей, то есть, есть такая вещь, называется, ТЭФ-ГЕЛЬ, то есть, используется он в яхтовом строении, для вкручивания болтов из нержавейки в алюминиевую конструкцию, а он уже производится 10 лет, он собой представляет 80% кефлона, то есть, и предотвращает электрохимическую коррозию, это используется на западе во всем яхтостроении, и оно не ржавеет, вот у вас болт из нержавейки в алюминии, и он белым не становится, да, стоит тюбик 15 евро, но оно работает, да, поэтому здесь, когда у меня была алюминиевая плита и нержавеющие болты, в принципе, я везде использую, где вот вкручены здесь болты из нержавейки, везде используется эта паста, и даже после полгода в Красном море, все оно легко выкручивается. Окей, давайте дальше. Подставка под ловушка для воды, минимальная толщина, мог я сделать больше и так далее, я считаю это ненужным, почему? Когда показывают подставку для воды, вам показывают, что вот у вас ловушка для воды, вот канистра, набежала вода, у вас остается. Прикол в том, что плаваете вы так, и когда вода затекает, уже вся канистра мокрая, да, для этого нужно делать, например, то, что сделал там сейчас, там, Либерти, у него такая, как непроливайка, оно туда входит, назад не выходит. Я даже изначально ставил сюда мембрану, через которую проходит вода, от соли она не работает и так далее, в итоге, так как я использую радиальную канистру, нафиг это не нужно. То есть, если чуть-чуть воды попадет, ничего не будет, канистра все равно, абсорбент будет работать и так далее, то есть, можно использовать канистру 2,5 килограмма, вот она будет короче, тогда у вас будет вот такая подставка, да, то есть, я использую канистру стандартную, это от хаммерхеда, 3,4 килограмма, то есть, хватает этого на любые дайвы, на все и так далее, то есть, если там Старнавский ныряет на 260, 250 метров, и на 200 метров еще крутит домкратом, разводя бревна, да, и хватает, чтобы поглотить СО2, то любому дайверу, на нормальные дайвы, этого объема достаточно, то есть, принцип простой, да, опять же, это канистра, тип, он украден от СИС Лунара, да, в который там вложили военные деньги, там, один украл Ароборос, вторые украли там, в хаммерхеде, да, так что, все это проверено более ранними тестами, окей, канистра стандартная, есть байонетные зажимы и так далее, опять же, я этого не люблю, я люблю, когда вы закрутили и так далее, я люблю чувствовать, что я знаю, что, да, там есть пружины, оно все, но так я предпочитаю, есть канистра стандартная, 2,4 килограмма, и 1,9, это то, что выпускается стандартно, на любые варианты, там, хобо, спорт и стандарт, точно так, то, что я говорил, у меня есть такая же канистра, 7 килограммовая, да, дышать очень легко, что могу сказать, то есть, делалась она не для увеличения времени, а для уменьшения сопротивления дыхания на глубине, да, то есть, на глубине, там, 120-130 метров, вы чувствуете, как резиночки работают в клапанах, то есть, действительно дает легкость дыхания, но, никому это не нужно, окей, итак, канистра, так как канистра у нас, там, легкая и так далее, мы ее просто цепляем, она держит сама себя, в чем прикол, когда любой приблизер мы ставим, приблизер падает, да, то есть, он туда, там, падает туда и так далее, надо варить подставки, фреймы и так далее, то есть, что не есть хорошо, поэтому, сделал я такую вещь, почему оно не одной в одном куске, а в двух, потом я расскажу позже, изначально сюда планировалось, и оно, в принципе, есть, то есть, вставка батареи, получается, сюда можно вставить литиевую батарею, где-то 28 ампер часов, да, то есть, сделать отдельную такую таблетку, два выхода, подогрев фонарь, но это такое узкоспециальное, пока я от этого отказался, то есть, есть оно разработано, но не делаем, то есть, у нас, получается, канистра немного длиннее, теперь, тогда мы ее поставим, то длина такая, что оно нормально стоит, да, то есть, если вы его здесь подтянули, и так далее, то есть, ребризер сам по себе стоит, если сюда вставить канистру, и так далее, то, он просто стоит, не надо никакой фрейм, ничего, еще раз, пожалуйста, он там не на крыле стоит? Нет, конечно, не, крыло у нас здесь, то есть, крыло, есть здесь еще, сделан, то есть, отверстие, то есть, я плаваю таким образом, вот, вот оно где открутилось, то есть, что вы когда ставите, вы делаете вот так, понятно, и когда вы садитесь, оно у вас застегнуто, и когда вы садитесь, там ничего нету, да, то есть, оно, вот оно стоит, да, такая идея, дальше, так, что у нас такое, походу, ну ладно, с этим разберемся потом, теперь перейдем к такому, самой интересной части, немного у меня нету военной амуниции, которая была в Европе, поэтому, будет, так, не приехал, так, и так, то есть, это я просто купил, то есть, в косметическом магазине, это не подгруппировали, то есть, просто мне попалось, то есть, в принципе, то есть, начинаем волки с такими, вроде, в Европе ездили, да, вот, есть, например, такой женский вариант, есть обычный, я там пытаюсь как-то сделать, чтобы это было маленько, компактно, да, чтобы отойти немного, от сумки обычной, для регуляторов, да, сделать ее по такому размеру, который нужен, ну, и, в принципе, чтобы это можно было использовать, где-то на выезде, как обычную сумку, это я просто зашел, увидел, что размер проходит, и купил, да, то есть, скорее всего, что будет что-то подобное, но, из неопрена, и так далее, то есть, в принципе, сюда входит, почему такой размер, чтобы показать, что сюда входит вся голова, и вся электроника, да, то есть, если вы возьмете новый, и там, старый Хаммерхед, это весит 4 килограмма, то есть, XSR весит, там, сейчас 5 килограмм, Liberty весит 6 килограмм, и так далее, задача была, чтобы голова была максимально простой, эта штучка еще сделана съемной, только для того, для перевозки, чтобы оно было максимально компактно, и просто, да, то есть, ну, давайте поговорим, сейчас я еще покажу, как выглядит, ну, ладно, идея, то есть, была такая, чтобы, сейчас, секунду, я где-то, чтобы я тут не выглядел некрасиво, после, ну, надо же, что-нибудь, чтобы не так вышло было, или нормально все было, да, так как будто, да, 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 она маленькая, там внизу, может там на проветривание, да, ну, там сейчас кто-то сдует, чтобы меня сдуло, блин, да, ты посмотри, он уже, открой сзади дверь, Вова, то есть, голова должна была быть маленькой, да, компактной, для перевозки по весу, и так далее, то есть, поэтому все делалось для того, чтобы было маленькое, и так, датчики находятся сверху, сейчас стало модным все это закрывать, и так далее, чтобы что угодно закрыть, нужно добавить полкилограмма деорина, килограмм, и так далее, опять же, там же такие же проводки, которых вы не видите, да, и в случае, да, оно все закрыто, все работает, но и такие проводки нормально работают, то есть, все, что у нас здесь есть, да, то есть, это просто, что может поломаться, это просто три проводка, которые, если это тоже версия такая, потому что я не успел получить по почте, то есть, это вот то, что вы подсоединяете к компьютерам, к датчикам, да, то есть, это в принципе все, что у вас может поломаться, То есть, имея одну такую вещь, вы просто сняли, поставили новую и пошли нырять, да, то есть, у меня понятно, что есть там все ревризеры и хаммерхеды, которые закрываются, открываются и так далее, и либерти, и все, то есть, все хорошо, когда вы можете отремонтировать, когда человек сделал сервис там и поехал, и все нормально, тогда нормально. Когда я нахожусь, например, постоянно в Египте, мне что угодно выслать, это месяц-полтора, да, мне проще, когда я просто могу поменять один проводок и все. Опять же, здесь можно для красоты все это дело закрыть, но пока я до этого не дошел и думаю, никогда не дойду. Окей, дальше идея была, то есть, поменяна на коаксиальный коннектор вместо молекса, у меня не было никогда никаких проблем с молексом, ставьте обычный золоченый молекс, смотрите, и не было никаких проблем, ломаются проводки за молексом. Нет у меня проблем, у меня там десятки людей, датчиков и так далее, никаких проблем никогда с этим не было. Поменял я на коаксиальный только потому, что оно красивее выглядит и проводки сразу идут под углом, да, что их можно воткнуть и они никуда не торчат. Это единственная цель, да, то есть, вот, у меня есть старая еще версия там, где есть такие обычные молексы. Дальше, компьютеры у меня есть отдельно, поэтому я покажу, сейчас давайте посмотрим, как это выглядит. Итак, я собираю отдельно вот эту часть и отдельно эту, потом их просто соединяю. Но так как оно у нас уже стоит, то есть, просто вставляется оно внутрь. Итак, то есть, замок, как на хаммерхеде, все хорошо, но опять же, это весит полтора килограмма сам замок, и полу крайне какого-то давления, теоретически сказали, такое возможно, то есть, оно просто выстрелит наружу. Да, электроника зальется, но внутрь корпуса ничего не пойдет. Она показывает то же самое, что диво, это абсолютный дубликат, там их есть две, и если сзади у вашего бадди вы где-то плаваете и видите все-таки красный, то можно подплыть, спросить, почему, если вы договаривались, что красный его быть не должно. Да, то есть, например, ну как обычно, то есть, у вас на погружении, да, мамигает, вот, и так далее. Дальше, то есть, это провод такой, как еще с хаммерхеда, оригинальный уже провод идет вот такой вот, да, опять же, он идет сделанный по фирме, которая производит хаммерхед в Германии, то есть, тоже он водозащищенный и так далее за сумасшедшие деньги. Окей, дальше, здесь разъемы, разъемы золоченые, обычных 6 пинов на датчике и на соленоид, и обычный мини-USB разъем. Есть было две идеи, понятно, что я все это могу закрыть герметически, да, но я считаю, из практики вода все равно где-то попадет и так далее, поэтому закрывается оно, как вы посмотрите в голове, просто крышечкой, туда воздух влажный заходит и выходит, да, оно высыхает. Не было у меня проблем с вот этими разъемами, с бананоконнектором, да, оно окисляется и так далее, но ломаются провода возле пайки, а не на коннекторах. Если бы вообще залили водой, возьмите там ProGold, попшикайте, вычистите и все. Особых таких проблем с этим не было, поэтому это целенаправленно оставлено вентилируемый разъем. Можно это закрыть герметично? Не хочу. Разъем для зарядки пока стоит мини-USB, стандартный, почему? Ему любым проводом можно зарядить, любой зарядкой можно зарядить, банк данных, вот батарея на корабле от фотоаппарата, от компьютера, вы можете подзарядить и пойти нырять. Компьютер работает 40 часов, так как и работал, контроллер работает где-то 60 часов в режиме срабатывания соленоида, один раз на 6 секунд, такой стандартной работы, да, то есть одной зарядки хватает. Теперь еще о самом работе, то есть контроллер работает сам по себе, да, то есть компьютер работает сам по себе, как муж и жена, то есть они вместе, но каждый сам по себе. Итак, задача, здесь есть своя батарейка, здесь есть своя батарейка, там своя, там своя, то есть их 4 штуки, одна другую не подзаряжает, у них каждая своя цель и так далее. То есть что делает контроллер? Контроллер снимает показания с датчиков, превращает аналоговый сигнал в цифровой и 2 раза в секунду посылает на компьютер. То есть компьютер принимает сигнал, проверяет пакет, что он пришел не битый и принимает показания. Дальше, я выставляю на компьютере setpoint, компьютер setpoint, глубина, давление, декомпрессия и так далее. Здесь есть, то есть декомпрессию он считает на электронном ребризере, на мануальном, на PSR, на открытом цикле и так далее и тому подобное. Все считается. То есть я выставил setpoint, выбрал, он посылает сигнал раз в секунду на контроллер, контроллер принял, проверил пакет данных, что он не битый, записал, что я хочу этот setpoint и отправил мне подтверждение, команда принята. То есть вот так как они работают. Если сигнал, даже если вы ничего не меняете, сигнал проверяется раз в секунду. Если через вторую секунду не пришел сигнал, пропадают показания парциального давления, то есть вы видите, что связь потеряна, то есть вы не видите данные, которых уже давным-давно нет. Так что в принципе такая простая работа. Соленоид работает пока в обычном режиме, то есть такой обычный PIT-алгоритм он поддерживает медленно, но там без датчика давления, без ничего. Второй алгоритм это изменяемый коэффициент в зависимости от глубины, тоже такой простой алгоритм. И третий, над которым сейчас вот я еду тестировать, это тот, который предполагает, что будет в следующие 6 секунд. Почему датчики выдают показания раз в 6 секунд, поэтому добавлять кислород или снимать показания чаще нет смысла. У вас получается такое запаздывание. Сама система работы предполагает, что вы можете только повышать парциальное давление кислородом, но не можете, как в посейдоне, понижать. Поэтому надо довольно точно, быстро и чтобы оно не перелетало. Поэтому есть такой алгоритм, который сейчас я еще буду тестировать. Тот, который как бы в зависимости от того, что он данные получает, он предполагает, что будет в следующие 6 секунд. То есть он как бы просчитывает, вы падаете или вы всплываете, исходя из этого заранее меняет скорость подачи кислорода. Но в принципе без этого все оно работает, то есть никаких проблем нету и так далее. То есть на обычной глубине, на обычном дайве все это работает. Проблема это то, когда я там вот я сижу там 114, 114, я на скутере раз там 20 метров и смотрю пробило, не пробило и так далее. То, что может обычный человек где-то чего-то учудить. Ну и для этого делается такая разработка. Дальше, что у нас еще есть в самом компьютере. То есть понятно, что как вы все знаете, это там ОСТЦ. То есть в принципе это первый ребризер в мире на открытой платформе. Когда начнутся продажи, то есть это все будет в интернете. В принципе какие-то вещи уже и сейчас там доступны и так далее. Потому что я сказал там, вот я был на технической конференции там в Чехии. И тут же производители ребризеров тут же достали телефоны и стали гуглить, вот где там это что можно остынуть. Говорят нету. Я понимаю, что там надо зайти на форум. Говорят, ну нету, так нету. Ну то есть все это будет и так далее. Оно есть, но да, оно есть в интернете и так далее. Не совсем все оно есть. Но так оно будет. Такой у меня был договор с Сергеем. То есть так оно как бы сделано и так оно будет. В отличие, например, то есть если там, например, Хейнрик Винкамп. То есть уже 4 года, как это давно не open source проект. Да, оно называется ОСТЦ, но это уже давно все закрыто и так далее. Так, что у нас здесь? Помимо, кто знает там меню, меню немного другое, потому что добавлено именно меню для управления ребризером. Но газы все то же самое. Добавлено еще 5 дюэнтов. Да, такие как они были, только здесь они уже есть. Именно для ребризера активные. То есть вы можете под водой выбирать дюэнт, да, там менять, если это кому-то нужно. Есть 3 активных сетпоинта. И 4, который вы можете выбирать под водой, какой вам захочется. Да, так это реализовано. То есть понятно, что соленоид выключается-включается. Если вам не нравится показания датчиков, вы можете перевести ребризер в мануальный режим. И он будет вам считать декомпрессию, исходя из сетпоинта, который вы выступили, а не той фигни, которую датчики показывают и так далее. То есть стандартное такое, ну как бы решение. То есть декомпрессия та, которая и была. То есть алгоритм работает. То есть когда-то я нырял там с хаммерхедом и с этим уже как бы год я ныряю только на этом алгоритме Сивуч и так далее. Все, оно работает. То, что я там говорю, что если оно как-то у вас сильно не работает, то может проблема не в алгоритме. Не там в супер випиемах и так далее и тому подобное. А где-то вы что-то другое делаете не так. То есть да, он работает так, как работает Бульман с градиент-фактором. Но в принципе, то есть все работает. И все люди, которые у меня ныряли и так далее, делали декомпрессию. Которые, ну скажем так, делали точно так, как я, какие-то вещи и делали декомпрессию. То ни у кого проблем не было. Причем люди там весом 120 килограмм, там 55 лет, 60, 30 и так далее. Все это работает. То есть кто-то уже с опытом делает чуть глубже, чуть выше. Но в принципе никаких проблем с этим нет. Что у нас еще есть? Да, ну что, кто потом будет интересно. Под водой что вы видите? Вы видите, сейчас я попытаюсь включить. Ну опять же всем не будет видно, но... Симулятор, чтобы показать... А, ну да, это надо лучше здесь включить, чтобы было видно показания датчика. Добавлено еще, то есть, что компьютер, эта модель, она как бы для того, чтобы ее... Ее можно выключить, да, принудительно. То есть не надо ждать, я могу его выключить. И включается он, когда вы нажали, подержали. Тогда он включается. Это только для того, потому что там люди на службе безопасности аэропорта, когда они вот эту видят цветомузыку, они болеют. Да, то есть поэтому я начинаю выключать. Они говорят, что батарейки есть или нету. Они говорят, что он убегает. Вот, то есть поэтому сделано принудительно. Итак, это у нас поверхностный режим, стандартный. Только вы видите показания парциального давления и видите показания батареи второй. Это батарея в компьютере, это батарея в контроллере. Да, то есть, что значит цветовая... Какая-то у нас была? Цветовая дифференциация штанов такая. То есть, зеленый все нормально. Желтые отклонения 15-20%. Красный более 20%. Если, как вы сейчас видите фиолетовым, это значит, что хотя бы один раз за дайв этот датчик был исключен из исчислений или была с ним потеряна связь. То есть, он будет дальше работать, но у вас уже до того момента, пока вы не скалибруете, цвет будет фиолетовым. Это говорит о том, что что-то было не то с датчиком. Вот такая простая как бы система. Сейчас я попробую войти в режим дайва. Сделаем такой симулятор. И так далее. Итак, то есть, вот у нас в левом углу здесь, как бы все глубина, максимальная глубина и так далее. Градиент, фактор, скорость всплытия. Все то же самое. Парциальное давление трех датчиков. Сетпоинт, который я хочу. Среднее давление трех датчиков. Выбранный диуэнд и температура. Снизу мы можем переключать показания средней глубины и так далее. То, что добавлено. То есть, парциальное давление, так называемое FO2. Парциальное давление кислорода в диуэнте на данной глубине. Да, то есть, что вы, то есть, можете видеть, что, какое у вас давление кислорода в вашем диуэнте. Воздушная глубина, наркотическая глубина. И то, что еще, ну, там нужно, то есть, это миливольты с каждого датчика. Помимо цифрового сигнала, он пропускает аналоговый сигнал без обработки. И вы видите миливольты. Да, то есть, если вы делали калибрацию на чистом кислороде, парциалка 1.0, у вас было 50 миливольт. То вы знаете, что при 1.0, 1.0, 1.0 должно быть 50 миливольт. Если чего-то там не так, значит, где-то что-то не так. То есть, вся информация в подводном режиме, вы можете ее как вывести, так и убрать. Помимо всей информации, которая была в силу чем до этого. Вот, компаса нету, а скрубер считает, да, время скрубера. Немного я поменял, он считает время работы скрубера после обнуления, да, то есть. Потому что есть так, что, например, вы выставили 360 минут, и он вам показывает, сколько осталось. Один выставил 360, другой 180, потом он забыл, сколько выставил. Здесь считает просто время работы скрубера. Да, вы можете его выбрать любым, как только обнулили, он обнулился. Если время работы скрубера будет превысено, он вам тут напишет, что скрубер, да, поменять. Но на Divi этого вы не увидите, только здесь. Вот. Что еще? Ну, то есть, меню, то есть, есть здесь Setpoint, Decathlon, Display. Единственное, нас интересует меню Setpoint. Вы, когда входите, первая кнопка у вас Bailout. Да, то есть, у вас 5 газов на Bailout, 6 изменяемый, да, вы можете их включить в обчисление, выключить и так далее. То есть, у нас 3 Setpoint там. Вот. И Duelend. Мы можем выбрать там любой Duelend, который нам нужен, если мы хотим поменять. Есть еще такое Mo. Сейчас здесь стоят мои установки для изменения коэффициента. А в данном месте находится изменяемый Setpoint. Да, то есть, вот, что вы можете просто любой Setpoint выбрать. Система такая. Он у вас здесь стоит 0,4. С интервалом 0,1. Вы его меняете до 1,6. Да, то есть, который вы оставили, тот и будет включен. Но когда вы в следующий раз зайдете, там опять будет 0,4. Да, так что вы можете выбрать 3 стандартных Setpoint, 3,4, любой, какой вам нужно. То есть, PPO2, то есть, мы можем перейти на мануальный режим. То, что я говорил. Соленоид можно включить, выключить. Ну, и, в принципе, под водой. То есть, это все, что нам нужно. Ну, и понятно, дисплей можно сделать меньше-больше. То есть, все остальные настройки остались. Вот. Будет еще... То есть, сейчас этого просто нету. То есть, что Дива будет показывать, вы можете переключить на PPO2. Чисто для желающих, кто хочет. Я над этим даже... Оно уже есть написано и так далее. Я его пока не ввожу, потому что оно мне не нужно и так далее. Но такая функция будет. Да, что если к кому-то есть желание, кто-то привык, можно считать и так далее и тому подобное. Но, имея два компьютера, я не знаю, зачем бы было это считать. Точно так есть экранчик такой 9 мм, который показывает порциалку. Хорошо, этот как этот NERD и так далее. Ну, для продажи хорошо, но оно сильно загораживает и так далее. Но, опять же, кому что нравится. То есть, мне этого не нравится, поэтому этого пока не будет. Вот. Ну, в принципе, это всё. Цена. То есть, вот. А, да. То есть, итак, то есть, цена... Так как я хотел такую заветную сумму в 5000 евро, я, конечно, со всеми титанами, алюминиями и так далее не влез. То есть, продажная цена 6200 евро. Совсем то, что вы видите. Да, то есть, это два алюминиевых баллона. Вот всё, что вы видите, кроме свейдж-лока. Да, то есть, это как бы поддельно, ну и кроме вот этого там шланга. Да, то есть, это обычный шланг и так далее. То есть, есть ещё как бы версия, у меня есть плиты уже готовы, там, алюминиевые. То есть, то же самое, то есть, там, чёрное надирование и так далее. Но, то есть, я не думаю, что даже если это будет немного дешевле, кто-то будет выбирать алюминиевые, а не титановые. Обучение какого? Обучение стоит столько же. То есть, так как я... По какому курсу? То есть, я договорился уже давно, когда я всё это делал. То есть, есть такая организация АСТД. То есть, это бывший инструктор, тренер, тренер ИАНТД. Там не поделили там рынок. Сделали организацию АСТД, в принципе, она признаваема, имеет там европейскую аккредитацию и так далее. То есть, программа обучения примерно то же самое, что и ИАНТД. Немного переписано, но, в принципе, это то же самое. Вот. Я являюсь как бы инструктором этой организации давно. Вот. Ну и являюсь инструктор-тренером на Ребризе Ребель. То есть, по версии этой организации. То есть, мы как бы договорились давно, что я им там дал там свои книжки, которые у меня были по Хаммерхеду и так далее, чтобы они это обработали и так далее. Так что, курсы есть. То есть, цена курса точно так, как было и на Хаммерхед, 1000 евро. То есть, могу только кратко об этом сказать, почему и почему нету скидок, почему нету цены в цене Ребризера и так далее. То есть, как вы все понимаете, что, то есть, купи Ребризер, курс бесплатно, значит, вы уже за этот курс заплатили. Да, то есть, или как-то, но нету чудес. То есть, я за все свое время рекреационных курсов сделал всего два, то есть, или три. И тот человек как бы не хотел вообще нырять. Он инженер, ему интересно, как Ребризер работает. Он приехал с моим Ребризером, сделал курс и уехал. Все. Вот. Почему на рекреационных курсах обучать приходится всему тому же? но кроме декомпрессии. А стейдж все равно приходится брать и так далее, потому что, так как учит посейдон, что трой петрова баллона хватит, не верю, что хватит. Да, мне на 10 метров, когда я под кораблем чего-то делаю, да, хватит. Я просто открою кислород и всплыву. То есть, но на самом деле ни на что этого не хватит. Воздух заканчивается быстро, поэтому стейдж должен быть. Обучить человека, как со стейджем, что делать и так далее, все-таки нужно. Поэтому, так как являлось необходимым требованием для получения сертификата Advanced Nitrox Rebreezer Diver, является абсолютно необходимым первый сертификат Advanced Nitrox на открытом цикле. То есть, я когда-то сделал приятелю, который со мной нырял год со спаркой, со стейджами. Вот он там приезжал, там 6 или 7 раз, нырял, нырял, но курса не делал, он хотел Rebreezer. И он нырял только для того, чтобы купить Rebreezer. Он купил Rebreezer, мы сделали курс без Advanced Nitrox, и я увидел, что действительно этого не хватает. То есть, я не могу закрутить на Rebreezer так, чтобы у человека вот эти все движения как-то появились, что это мышление, что надо действовать быстро. Их надо отработать, надо отработать стейдж, переключение и так далее, декомпрессию. В общем, пока у тебя вот этой всей хрени нету, и не надо думать, какой компьютер куда, да, то есть это надо отработать. Круглая голова, которая должна уменьшить сопротивление при плавании, то есть 5 стейджей не уменьшают, а вот полукруглая голова уменьшает, да. То есть это все дань моде, продажи и так далее. Вот. И я не знаю ни одного, я лично не знаю ни одного дайвера Хаммерхеда, кто бы хоть раз не нырнул с открытой головой. Его создатель, инженер и так далее, всегда кто-то нырнул. Потому что да, там есть все эти и так далее, но кто-то где-то не закрыл. Вот. Обычные, понятно, что можно было поставить обычные защелки, да, это просто, удобно, никаких проблем, но хотелось чего-то и так далее. Поэтому у меня замок находится внутри, то есть вы просто вставляете. Оно было немного по-разному, потом это все совместилось и так далее. Вот таким образом закрывается голова и таким образом она блокируется. То есть сразу скажу, так как оно все внутри, если там вдруг попадет лед, песок и так далее, вы не сможете. Вот и потом как бы делать курс на ребризер. Курс на ребризер я делаю, то есть от 5 до 7 дней, то есть да, делаю это и в Европе, но все-таки для меня, по моему мнению, в Египте делать проще. Почему? Потому что мы можем сидеть, вы можете сидеть 3-4 часа каждый день и тупо плавать, 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 плавать. Да, даже ничего, думать столько невозможно, обучать столько невозможно, но плавать, чтобы вот эти все вещи стали автоматическим, это нужно. Да, то есть так как работы много, то есть, то как бы скидку мне делать не хочется. И за бесплатно я это делать не готов. То есть на следующие курсы, когда человек уже все понимает и плавает, плавает, плавает и приезжает на Нормоксик, и тримикс, и тримикс, то цена может зависеть от того, насколько человек хорош. Да, если ты сам все направил, и сам все сделал, и так далее, и мне нужно это проконтролировать, да. Но на первый курс, когда человек приезжает и надо всему обучать, то цена такая, как бы, для Европы это абсолютно недорого, потому что там, то есть, эта цена намного больше. Ну, так. А можно что-то выбрать? Какая ширина спинки получила? Сколько она шире стала? Ширина спинки... Я не буду тебя вылазить. По-моему... Ширина спинки, то есть, почему я как бы игрался со спинкой, потому что есть фирма, как называется, ДСС или Дип Дайв Сапли, или как-то так. Дип Дип Сапли. Вот, да, то есть, вот, то есть, которые говорят, что, то есть, как бы, у них такая теория, что не может быть на всех одной спинке, которая всем подходит, да, ну, не может. У них есть шире, длиннее и так далее, ну, там много чего есть, вот, так как у меня было таких несколько спинок, и когда я там выбирал и смотрел, то у них вот именно, не то, что спинка шире, а спинка, по-моему, 29 сантиметров шириной, то есть, это всего там на пару сантиметров шире. Но расставка именно ремней, она шире, что у тебя нету здесь, а потом надо выводить контрлёгкие вбок, потом это всё болтается и так далее, это всё как бы является единым моноблоком. И она длиннее, по-моему, она 44 сантиметра длиной, что чуть длиннее. Это сделано только для того, чтобы оно стояло, чтобы баллоны были ниже и так далее и тому подобное, чтобы всё это работало гармонично. Понятно, что спинку можно подвинуть выше и так далее и тому подобное, вот, можно поставить обычную спинку, и так, ну, к сожалению, то есть, как бы всё вместе, ну, невозможно сделать, взять обычное крыло или обычную спинку, и чтобы оно так всё как-то было работало. Ну что, если есть какие-то вопросы, я отвечу. Кто хочет трофироваться с инвизором, милости прошу. Черепахи, которые говорили, что не влезут. Что? Черепахи, которые говорили, что не влезут. Ну, это такое есть стандартное, это для калибрации. Опять же, оно, то есть размеры вот такой минимальный. Минимальный, да, то есть, чтобы... Какие люди? Досканально. Ну, есть ещё куда облегчать, да, Саня? Есть ещё куда облегчать? Ну, я не нашёл. А по мне такой вопрос, сигареты тоже лёгкие пуришь? Ага. Ага. С сигареты мне сказали, что это нельзя. А нет, это так. То есть, на самом деле, то есть, то, что меня как бы спрашивали, то есть, какой вес собранного ребризера. Если собрать мегалодон целиком, и собрать этот, и нагрузить грузами, все будут плюс-минус весить одинаково. Вот. Все будут весить плюс-минус одинаково, потому что есть вес баллонов и грузов. То есть, но, то есть, меня интересовал только вес при перевозке. То есть, единственное, то есть... Ну, если он пусы, то, что ты посчитаешь. Ай, подедите. Ай, подедите. Вот, царь, может быть, ночь. Вопросы. А? 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 Здесь вообще... Чернышов уже натервлено сюда. А кто это проявил? А, ну, спинку мне, по ширине, как? Ха-ха-ха. Если вам проходит куча, я делаю. Я сейчас на айфон садит. Устил, спил подрастить. Ну, застегни, брасывай, брасывай. Ну, по мере, по высоте как подходит. Он тяжелый всегда. Тяжелый? Ну, если с той же человек привык. Ну, здесь у вас два баллона 8 килограмм и скрубер 3,4. То есть, это получается 11 килограмм. Две кнопки вместе и подержать. А давление, как и все еще было, пускаешь воду не включится? Ну, стандартная логика. Абсолютно стандартная логика. То же самое. Датчика давления воды нету. Сенсора. То есть, так как его не было, так и нету. То есть, вот, замыкание он не включится. По давлению. Он включится по давлению, да. Да. А, кхе-хе-хе. 3,11 плюс. Ты что, не горит low battery пока? 3,11 плюс. Шарок. Надо брать, все. Про металлопластик я что-то не понял. Шнур и шнур. А что такое металлопластика? Это сотка. Понют. Все-таки есть металлопластмасса. Давай посмотрим. А какая процедура калибровки происходит всего этого? Какая процедура калибровки? И что произойдет, если вообще ничего не включать, взять аппарат на кнопку и нырнуть с ним? Включится? Включится, вот.